Топ 10 самых лучших фильмов ужасов Роуз. Фильм основан на реальных событиях. В 1976 году сеанс изгнания дьявола из молодой девушки закончился ее смертью. Священнику-экзорцисту, проводившему обряд, было предъявлено обвинение в убийстве, хотя процесс был официально инициирован католической церквью. В поиске справедливости священник изучает историю появления на земле демона, погубившего девушку, и пытается доказать в суде факт существования потусторонних сил и их способность вмешиваться в жизнь людей. Я считаю, что это самый лучший фильм ужасов про изгнание дьявола. Ужас Эмитивилля 2005 года, а также 2017 года его продолжение. 14 ноября 1974 года в полицейский участок поступил ужасный звонок. В резиденции семьи Дефо шесть человек состреляли в своих постелях. Рональд Дефо признался в убийстве своих родителей и братьев, объяснив, что некие голоса велели ему совершить убийство. Год спустя Джордж и Кейт Лац с тремя детьми переезжают в этот дом, полагая, что сбылась их заветная мечта. Они еще не знают, что их счастье под угрозой страшной демонической силы, способной его разрушить. Ужас вновь охватывает Эмитивилля. Звонок Телефонный звонок следует после просмотра некой загадочной видеокассеты, после чего каждый, просмотревший ее, умирает. Жертве дается лишь одна неделя, а дальше следует неминуемая смерть. Главная героиня Рэйчел, журналистка, расследует эти страшные события, и случайно кассета попадает к ее сыну, над которым также нависает смертельная угроза. Теперь ей предстоит гонка со смертью в попытке хоть что-то изменить и найти объяснение всему происходящему. Звонок – это классика. Об этом фильме знает каждый, или хотя бы знает замечательнейшую и потрясающую девочку о звонке, которая выходит из этого колодца. Приют. Об этом фильме я также вам рассказывала в своих выпусках. Самые счастливые годы Лаура провела в сиротском приюте на побережье. Любимые воспитатели заменили ей родителей, а друзья – братьев и сестер. Через 30 лет Лаура возвращается в дом своего детства с мужем и 7-летним сыном. Она мечтает восстановить его и открыть для новых маленьких посетителей. Однако героиню поразили перемены, произошедшие с ее собственным сыном. Из милого мальчика он превратился в маленького монстра с жестокими фантазиями и опасными играми. Она уверена, что во всем виноват старый дом, дающий скрытую угрозу. Постепенно картины прошлого всплывают в памяти Лауры и открывают ей страшную истину. Синистр. Автор детективов с семьей поселяется в небольшом городке, в доме, где почти год назад развернулась леденящую душу трагедия. Были убиты все жильцы. Лисатель случайно находит видеозаписи, которые являются ключом к тайне преступления. Но ничто не дается даром. В доме начинают происходить жуткие вещи и теперь под угрозой жизни его близких. Они столкнулись с чем-то, от чего нет спасения. Искатели могил. Участники телевизионного шоу «Охотников за привидениями» Искатели во главе с Лэнсом Престоном соглашаются провести ночь в психиатрической лечебнице, о которой давно ходят жуткие легенды. Запертые на ночь в большом здании больницы, Искатели быстро обнаружили, что теперь бороться с призраками придется всерьез, а не понарошку. Так что даже до утра у них никаких шансов. В этом фильме нет ничего особенного. В этом фильме притягивает только атмосфера заброшенных зданий, типичные документальные съемки, типичных скримеров, мертвая тишина. И если закричишь, то умрешь. Молодая пара Джемми и Лиза решили начать новую жизнь в маленьком городке вдаль в суеты и огромных мегаполисах. Только поселившись в этой заброшенной, запустелой точке на карте, они уже устали слушать сказки о призраках и всей породы нечисти, обитающей повсюду. Когда Лиза была бесчеловечно убита, Джемми, будучи главным подозреваемым в преступлении, решает провести независимое расследование относительно ее загадочной смерти. Погружаясь в то, что он еще недавно читал сказками, парень узнает легенду о некой Мэри, дух которой, по словам местных жителей, все еще бродит по пустынным улицам города. Всецело отдавшись исследованию прошлого этого места, он вскоре натыкается на самые кровообильные подробности и навлекает на себя проклятие, которое стало причиной смерти его супруги, незваные. После смерти матери Анна попадает в клинику. После лечения Анна возвращается домой и узнает, что отец встречается с Рейчел, медсестрой, которая когда-то ухаживала за ее умирающей матерью. В смятении Анны сменяется ужасом, когда ее посещает призрак матери и сообщает о злобных намерениях медсестры. Вместе со своей сестрой Анна начинает расследовать странные обстоятельства гибели их матери и вскоре их противостояние с незванной костью достигает апогеи. На самом деле очень интересная концовка, она меня действительно удивила, она очень неожиданная, и поэтому я советую вам его посмотреть. Зеркала. Уже прошел почти год с тех пор, как Бенна Карсона отстранили от работы в полицейском управлении города Нью-Йорка за убийство другого сотрудника спецслужбы. Несчастный случай, который не только стоил ему работы, но и пробудил в нем тягу к алкоголю и агрессивность, для чего жена и дети отдалились от него, а сам он нашел пристанищий на диване в квартире своей сестры Конис. В Куинс. Даже не буду это вырезать. Потеряв надежду вернуться к нормальной жизни и воссоединиться с семьей, Карсон нанимается на работу ночным сторожем, выгоревших руин универмага Мэйфлауэр. То, что когда-то было символом процветания и роскоши, теперь медленно разрушается в темноте, как загнивающий корабль-призрак, разоренный гигантским пожаром, поглотившим множество невинных жизней. Когда Карсон обходит дозором свои владения, обугленный развалин универмага, он начинает замечать что-то зловещее в декоративных зеркалах. В огромных мерцающих стеклах отражаются страшные, потрясающие Карсона образы. Ну что ж, на сегодня все. Мне было очень сложно делать для вас эту подборку, так как я не особо люблю паранормалки и очень мало пытаюсь их смотреть. Но я подобрала для вас лучшие из лучших и очень сильно старалась. Да, большинство из них вы наверняка уже знаете, так как это классика, но не включить их в топ было бы с моей стороны очень глупо, потому что если вы это не смотрели, вы должны исправиться. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и пишите, какие топы вы хотите видеть еще, я обязательно сделаю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok